Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня у меня достаточно концентрированный материал. Я, как всегда, решил предоставить не некий отработанный, уже выверенный текст. Я приношу, как правило, наброски. И сегодня это будут наброски, тезисы, с достаточно плотным по смыслу контентом. И я поэтому бы попросил вас, чтобы вопросы были в конце выступления, иначе просто это будет сложно воспринимать на слове материалов. Я обозначил вот эти все наброски, тезисы общим таким заголовком «Красота как процесс». Что побудило меня обратиться к этой теме? За 15 лет педагогической деятельности в вузах, СУЗах, коммерческих, государственных, я пришел к выводу, что на уровне базового представления можно назвать его некой бытовой универсальной иллюзией. Как профессионалы, так и любители искусства полагают, что спектр эмоций, которые они испытывают от прослушивания соната или симфонии, или от созерцания какой-нибудь абстрактной картины, заключен в самом произведении искусства и, цитирую, заложен туда автором этого произведения. Каким образом в колебание струны или в цветовое сочетание мазков краски конвертируется изначальная чувственная идея автора, а затем конвертируется обратно уже восприятие созерцающего или слушающего, на эти вопросы студенты обычно ответов не дают. Более того, даже дать их не пытается, воспринимая это как само собой разумеющееся, беспричинное чудо, наполняющее эту реальность. Как, к примеру, грусть может содержаться в определенном образом одновременно или последовательно взятых звуковых колебаниях, то есть чистота, или удовольствие, или ностальгия могут возникать от переходов одного цвета к другому при созерцании живописи. С логической точки зрения, естественно, полагать, что в сонате или просто в мелодии не может быть эмоция, потому что эмоция свойственна субъекту, а не объекту. Однако, не стоит просто так отбрасывать бытовое представление о том, что мелодия или картина могут содержать определенную эмоцию, потому что я исхожу из позиции «не бывает дыма без огня». Ну, к примеру, можно привести такую метафору с вращением Солнца и Земли. Ну, с точки зрения нашей позиции на Земле, как бы мы ни смотрели на это самое Солнце, а именно оно для нас вращается вокруг Земли, хотя мы отлично понимаем, что с точки зрения астрофизики это совершенно не так и не соответствует действительности. Попробуем взглянуть на данную ситуацию относительно красоты с определенного свещенного угла. Всем известно, что кантовская эстетика крайне популярна и по сей день, я бы даже сказал, в каком-то смысле доминирующая, отказывала прекрасному в понятийности и когнитивности, утверждая, что суждения вкуса не несут ничего, ни истинного, ни ложного. Но действительно ли между истиной и красотой нет точек пересечения? Когда мы говорим об истине, то, как правило, понимаем такого рода истину, которая может быть взыскуема в любой момент времени, и ответ на это взыскание не будет противоречив. То есть истина получается в любой момент, в любой точке, некое вопрошение, которое, так сказать, соответствует фактам. Такого рода истинность, это плато, покрывающий собой весь мир, и состоит из суммы, так сказать, известных истин, которые могут корректироваться со временем и так далее. Однако, в противоположность этому подходу к истине, истине, так скажем, декларативной, есть и другая истина. Впервые о ней заговорил прямо Мишель Фуко, причем не в своих книгах, а в своих публичных выступлениях, в одном из своих семинаров, которые он читал в колледже, и он вышел на русском языке под общим названием «Психиатрическая масть». Так и вот, Мишель Фуко предлагал ввести в научный дискурс такой тип истины, которая не присутствует всегда и везде, а истина, которую нужно буквально высекать, как искру, которая проявляется на краткий момент и не будет присутствовать далее. Такого, своего рода алхимическая истина. Фуко указывал на истину прорицания, например. Истина, высказанная в оракуле в Дельфах, не будет повторена в каком-либо другом оракуле. Или более позднюю эпоху, уже за пределами античности, средневековый мир Европы, это истина с удовоем, в процессе которого истина проявляла себя точечно, а не складывалась из распутывания причин и следствий. Так вот, если по отношению к примерам Фуко, мы не сможем согласиться, что сейчас корректно было бы называть это истиной, в том смысле этого слова, то представьте себе, что если мы сместим позицию и пример покажем не на суде, а на, допустим, интерпретации сновидения, психиатрическом аналитическом процессе, простите, то в данном случае нельзя говорить о том, что это уже не признается научным сообществом в качестве истинности, и в то же самое время нельзя говорить о том, что эта истина чем-то существенно отличается от истины с удовоем. Таким образом, мы с вами встаем на позицию о том, что истины, в общем-то, как бы две, поменьше ими. Истина Платора, истина Молния, как я называл, мешает Фуко. Так вот, если по отношению к первой истине, истине перманентной, красота, вероятно, идет своей дорогой, параллельной к ней, и не пересекается с ней, то с истинной Молнией, истина, которая требует колоссальных усилий со стороны субъекта, истина, которая не гарантирована, которая творится точечно, а не пребывает повсеместно, красота, как мне кажется, находится в достаточно тесных связях. Такого рода истина маркирует неопределенного рода отношения в мире, но говорит о тех процессах, которые происходят в субъекте. К примеру, субъект в анализе наблюдает за собой при помощи специалиста, психоаналитика, и при помощи соответствующей методологии, которую применяет аналитик. И в этом процессе он высекает не истину, как знание, но истину, как некогнитивный опыт, в процессе которого субъект при удачном анализе не столько понимает себя, это бывает, но это скорее побочный продукт, сколько перерастает ту ситуацию, которая была для него травмирующая. То есть, в отличие от декларативной истины науки, данный тип истины можно назвать конструирующим, созидающим новый тип отношений, которые, в свою очередь, уже могут быть осмыслены в рамках декларативности. Такого рода опыт, как мне кажется, и лежит в основании восприятия красоты произведения искусства и красоты в принципе. Может показаться, что красота присуща цветку или картине, сонате или сколу мрамора, но на самом деле красота в объектах, которые мы называем красивыми, не заключена. И это ровно столько же, сколько истины в том поле, где некогда устраивали судьбу им, или в том географическом месте, где некогда в античные времена вещам в дельфийский араб. Красота возникает как процесс, в котором субъект творит себя самого. То есть красота – это не свойство, а именно конструктивный процесс созидания. Как в акте творения автором произведения искусства, так и в акте восприятия его публикой. Еще Де Квинси в своих мемуарах писал о том, что для того, чтобы получить наслаждение от оперы, нужно правильно себя к ней приуготовить. Именно от процесса приготовления к восприятию прекрасного во многом зависит степень и качество чувственного наслаждения. Однако, есть и спектр чувств, которые мы испытываем, когда слушаем какую-то музыку или когда смотрим на какую-то картину, является лишь нашим собственным содержанием своих же собственных чувств, почему мы воспринимаем их отделенными от нас и приписываем произведению искусства. На самом деле, очень серьезный вопрос, с которым нужно разобраться подробнее. попробую опять сместить точку зрения и привести снова метафору, на этот раз из области антропологии. Достаточно долго в трактовке происхождения анимизма у примордиальных народов господствовала точка зрения, что те мысли, которые приходили человеку в определенных местах, локусов, приписывались этими древними людьми этим местам. Ну, к примеру, если человеку приходила мысль о том, что срочно нужно идти на охоту в горы, и в этот момент он видел перед собой дерево, то он приписывал эту мысль духу дерева, которая посылала ему некий божественный посыл, и если он его принимал и охота проходила успешно, этому дереву начинали поклоняться. Так вот, вне зависимости от того, насколько верный или неверный является данная, так сказать, гипотеза относительно происхождения анимизма у древних пленок, для нас ни малейших не обладает значением. Для нас она важна, так как показывает определенного рода рабочий механизм, то есть определенного рода методологию, инструмент анализа. Если попытаться применить его к нашей теме, то произведение искусства в таком случае является крикером, рубильником, выключателем, при помощи которого мы попадаем в процесс, который именуем красотой и любоводством, в зависимости от того, на что смотрим или что воспринимаем. И в этом процессе мы отделяемся от тех эмоций, которые до этого находились в нас имплицитно и не могли нами в любое желаемое время воспроизводиться по нашей сознательной воле. То есть в красоте как процессе мы по сути проводим вне когнитивную и вне понятивную деконструкцию нашего эмоционального мира. И при помощи такого опыта отдельные части нашей эмоциональной жизни становятся доступны для нашего наблюдения переживания. А так, как процесс переживания этих эмоций в момент созерцания красоты порождает расщепление в нас, то во имя сохранения ощущения нашей целостности мы отчуждаем воспринимаемый нами поток эмоций в сторону объекта вызвавшего их. Когда мы говорим, что кого-то любим, мы же не говорим, он есть любовь. Но когда нам нечто нравится, произведение искусства или какой-то предмет, мы говорим это красиво. Что на самом деле должно означать, это нечто способно включить в нас процесс красоты. То есть конструктивный процесс опыта, в котором мы вне понятия познаем богатство своего эмоционального мира. Как правило, в обычной среде, вне контакта с артефактами, вызвавшими поток процесса красоты, который находился скрытым от нас. То есть эмоции, которые якобы заложены автором произведения, в самом произведении, на самом деле являются нашими, но не могут нами вызываться без причины. То есть без артефакта, назовем широко это артефакт, чтобы деталировать. Воспоминания же об артефакте в какой-то степени может компенсировать этот опыт, но ровно настолько же, насколько допустим воспоминания ощущений при игре в мяч могут быть соотнесены с самими ощущениями в процессе игры в мяч. По этой причине с одной стороны красота может пониматься как процесс деконструкции наших эмоций в результате рефлексии. Это чем-то похоже на перенос в анализе. Момент, в который происходит такой перенос в отношении произведения искусства является точкой вхождения в отделение себя от своих эмоциональных потенциальностей. А значит шанс удивиться им и испытать их в момент этого удивления. И все же несмотря на такое расщепление лежащее в основании данного процесса сам по себе этот процесс конструктивен. Так как создает иного субъекта на выходе чем был на входе. Простите за звукорежиссерскую терминологию. Этот процесс может быть как обратимым то есть кратковременным так и необратимым то есть пожизненным. Степень воздействия будет обусловлена как степенью включенности субъекта в этот процесс так и степенью интенсивности самого процесса. Что зависит от очень многих факторов на которых мы сейчас не будем восстанавливаться. И наконец финальное базовое вопрошение можно ли говорить об объективности красоты или она абсолютно субъективна. Всем известно что в разных культурах красивым и безобразным считаются совершенно различные объекты ситуации на протяжении веков даже в одном и том же локусе в одном и том же месте регионе входило в моду то одно то другое причем настолько решительным было отличие между тем что считалось прекрасным в одни времена и что считалось безобразным в другие что казалось бы говорить о какой-либо объективности здесь невозможно. к этой же идее по большому счету пришел и Кант в своей последней критике но если не может быть объективных критериев красоты как тогда вообще возможны профессии композитора танцора художника или боятеля на чем основано тогда их мастерство отсутствие объективных критериев красоты определенного артефакта на котором до этого акцентировали все эстетики на самом деле вовсе не говорит о том что нет объективных механизмов красоты процесса в который мы включаемся при созерцании произведений искусства ключевым фактором здесь вероятно является раздражитель причем это справедливо как применительно к тому что мы считаем прекрасным так и применительно к тому что мы считаем безобразным как же так я пришел к этой мысли в процессе работы над произведениями искусства так вот в результате такой рефлексии я осознал что автор испытывает скорее раздражение в процессе работы чем умиление которое испытывает публик от этого же произведения так такое раздражение иногда высокопарно называют муками творчества или вдохновением по сути это одно и то же однако известно что людям свойственно переживать нечто что имеет к нам прямое отношение несоизмеримо острее чем нечто что не имеет к нам никакого отношения по этой причине вполне логично что процесс созидания прекрасного вызывает больше раздражения чем нужно для получения эстетического удовольствия и прекрасно здесь уже начинает граничить с безопасностью более остро поставим вопрос а удовольствие ли это в принципе контактировать с красотой и чем этот процесс принципиально отличается от контакта с уродством попытаюсь это разъяснить для примера обращусь к философии Жака Лакана мэтра психоанализа мэтра структурализма философии так вот у него в знаменитом семинаре есть интересная мысль существование так называемого прибавочного наслаждения к примеру вы входите в теплое помещение с холодом ваши руки озявшие на этом холоде постепенно начинают согреваться и вы получаете от этого то самое прибавочное наслаждение то есть ощущение спада раздражения которое при его нарастании привело бы к непереносимым ощущениям то есть если холод увеличился мы получили ощущение непереносимого раздражения если холод начинает спадать нам кажется что все подконтрольно и вот от этого мы получаем то самое прибавочное наслаждение так вот по моему мнению созерцание безобразного примерно может быть аналогичным непереносимому раздражению по этой причине мы и отводим взгляд и стремимся его как можно быстрее забыть однако это не так то просто в то время как процесс красоты аналогичен прибавочному наслаждению он раздражает нас но тут же это раздражение идет на спад и мы упиваемся им так как это нечто что мы смогли обуздать одолеть благодаря чему мы хоть и находимся в этом красоте потоки но тем не менее можем в нем как-то маневрировать и это нас не угарит в чем-то это мне напоминает болевой порог представим себе следующий механизм то есть красота это минимальное раздражение которое тут же нами контейнируется и за счет этого оно идет на спад как красота может перейти к безразличию привыкание к ней таким образом раздражитель уменьшается и в итоге приходит к тому как в болевом пороге это то что когда мы не ощущаем прикосновения в принципе как такового то есть оно для нас становится безразличным с другой стороны как красота может перейти к уродству красота может перейти к уродству через излишнюю концентрацию раздражителя то есть то что считается прекрасным в увеличенных количествах увеличенной плотности подачи подачи этой информации может действительно привести к тому что то что считалось красотой станет уродством напротив от уродства переход к красоте через привыкание то что в болевом пороге опять же как привыкание к боли если человек привык к боли то определенные эти раздражители уже не будут вызывать в нем столь же острые реакции как они вызывали при первом контакте с таким длинным ощущением таким образом уродство постепенно может перейти в статус красоты а как красота переходит в уродство через концентрацию и опять же эта красота может перейти к безинтересному через опять процесс продолжения привыкания либо через разрежение то есть если допустим почему малоинтересным считаются там произведения искусства которые копируют уже отработанную модель в первый раз это нас цепляло и тут же отпускало но когда это начинают тиражировать оно у нас даже уже не цепляет и переходит в статус безинтересного и как мне кажется было бы очень любопытно проанализировать критерии красоты и уродства в различных культурах не с точки зрения их противопоставления а с точки зрения противопоставления на одной чаше весов красоты и уродств а на другой чаше весов того что воспринимается нами как нечто безразличное и это могло бы позволить обнаружить больше общих закономерностей интерсубъективного восприятия тех триггеров тех механизмов которые запускают в нас те процессы которые можно назвать с одной стороны процессом переживания красоты с другой стороны процессом переживания безобразного и повторюсь как мне кажется здесь можно выйти если не на объективные основания понятно что объективных оснований в принципе в анализе человеческого солнца и человеческого восприятия будет очень очень мало но интерсубъективных критериев здесь можно найти значительно количество и сместить раз навсегда подход к артефакту как поискам закономерности которые лежат в самом артефакте то есть если мы будем смотреть на красоту как свойство объекта то вероятно мы придем к выводу к тому же которому пришел кант то есть красоты объективной в пюджете нет но если мы будем смотреть на красоту как на свойство психики то есть такого рода триггер который позволяет нам включить процесс расщепления через который мы можем созерцать потенциальность своего эмоционального мира то в таком случае по крайней мере об интерсубъективности этих процессов можно говорить то есть выйти по крайней мере на уровень в котором эстетика начала бы очень плотно контактировать с одной стороны теории восприятия с другой стороны с теми наработками в области анализа которые есть в различных психоаналитических школах ну у меня в общем-то на этом все у нас есть еще буквально минутка на то чтобы задать вопросы если они есть то я буду рад на них ответить я тоже буду рада уважаемые коллеги если вы зададите вопросы пока вы думаете над вопросами я хочу поблагодарить Григория и я даже записала одну фразу которые меня совершенно потрясла в этом докладе тут много было важных моментов но вот красота возникает процессе в котором субъект творит себя самого это абсолютно юнгеранский подход спасибо огромное спасибо большое какие вопросы есть вы говорите о триггере который включает этот процесс но если это триггер то это не совсем простой триггер не любой выключатель подходит то есть здесь есть некий как бы ключ код шифр в котором идет включение так скажем степень напряженности этого триггера но если себе представить в виде я обычно студентам объясняю это на примере вешал то есть наши эмоции это допустим одежда и далеко не каждая вешалка ее выдержит не на каждую можно повесить какая слишком большая наша одежда какую-то она повес не выдержит но исходя из того что я сегодня говорил я пытался показать скорее то что есть группы триггеров базовый триггер относящийся к красоте это то что задевает нас на уровне как бы безобразного и тут же отпускает этот триггер и включает нас в процесс красоты во всем ее многообразии чуть ближе к безобразному возвышенное по канту чуть ближе к безразличному прекрасное по канту есть триггер который вызывает непереносимое в нас включение от которого мы тут же хотим отделаться всеми возможными способами триггер как бы знает что он у нас вызовет триггер студентов мы будем транслировать это в общем на творчество очень важно чтобы автор в процессе испытывал эмоцию почти на гранью с безобразным то есть нужно понимать что то что для автора очень остро для публики будет несоизмеримо меньшим триггером поэтому те кто стараются написать нечто от чего они сами умиляются для публики скорее всего будет выглядеть либо как минимальная степень прекрасного да либо уже переходить на степени безразличного и поэтому этот триггер в зависимости того если мы его созидаем он нас триггерит намного острее не все передается не все передается естественно передается не все это уже отдельная тема сложная в этом произведении что то уже зашифровано либо смех либо восторг и дух какое-то вручье все-таки может быть и есть это сложная отдельная тема вы правы то есть эти триггеры они не одинаковые вот и эту тему я пытался разработать несколько лет назад у меня даже были по крайней мере закрытые лекции на эту тему по возможности именно уже словесной коммуникации насколько может работать система управления управления словом почему одна команда не вызывает на самом деле никакой реакции хотя человек понимает что от него требуют но реакции никакой не следует а другая команда вызывает этих действий и в итоге то есть если сильно упрощать я пришел к выводу то что команды тоже которые не вызывают никакой ответной реакции можно разделить на две группы одни из них недостаточными воспринимаются они не образуют смысловой кластер который позволяет нам перейти от созерцания к движению от восприятия к движению другие же оказываются чрезмерными и тоже блокируются через процесс отрицания изнутри вот вам пожалуйста аналог безобразного и аналог безразличного однако в произведениях искусства как вы сегодня поняли я пришел к выводу что это работает иначе как раз красота и безобразная где-то на одной чаше весов а то что безразличным нами считается оно оказывается на другой чаще весов и этим отличается собственно вербальное от невербальной коммуникации пока что у меня вот из тех наработок какие есть в общем-то взгляд на ситуацию примерно такой большое спасибо Григорий спасибо спасибо большое это вопрос спасибо